Здравствуйте, ребята! Седьмой класс, урок геометрии. Сегодня решаем задачи по теме неравенства треугольника. Вначале проверим самостоятельную работу, затем рассмотрим неравенство треугольника, порешаем задачи и в конце будут задания для закрепления. Проверяем самостоятельную работу. Первое А, второе Г, третье Г и четвертое Г. Надеюсь, наши ответы совпали. Вспомним соотношение между сторонами и углами треугольника. Треугольник АВС, наибольший угол С, напротив наибольшего угла лежит большая сторона. Значит, в треугольнике напротив большей стороны лежит больший угол. Обратно, напротив большего угла лежит большая сторона. Или в треугольнике напротив меньшей стороны лежит меньший угол и напротив меньшего угла лежит меньшая сторона. Рассмотрим задачу. В треугольнике АВС найдем меньший угол. Даны стороны треугольника 18, 8, 12. Сравниваем. 8 – наименьшая сторона. И сторона СА лежит напротив угла В. Значит, угол В является наименьшей. В треугольнике АВС найдем меньшую сторону. Даны углы 74 градусов и 64 градусов. Третий угол неизвестен. Вначале найдем неизвестный угол. От 180 градусов отнимаем 74 градусов минус 64 градусов. Получается 42 градуса. Угол С наименьший. Значит, сторона АВ наименьшая. Теперь рассмотрим соотношение сторон и углов в прямоугольном треугольнике. Вы знаете, что у прямоугольного треугольника один угол прямой, равен 90 градусам. Напротив прямого угла лежит гипотенуза, а напротив острых углов лежат катеты. Значит, какая сторона будет наибольшей? Правильно, гипотенуза является наибольшей. В прямоугольном треугольнике гипотенуза больше любого катета. А теперь в равнобедренном треугольнике. Так как в равнобедренном треугольнике углы при основании равны, значит, напротив лежащие стороны также равны. Следующее задание. Определите вид треугольника. Дан треугольник НКЛ, угол К 47 градусов и угол Л 47 градусов. Является ли треугольник равносторонним? Проверим. Нет. Почему? Если вычислить угол Н, 180 минус 47 минус 47, получаем 86 градусов. А у равностороннего треугольника все углы и все стороны равны. Попробуем выбрать равнобедренный. Правильно, треугольник равнобедренный, так как углы при основании равны 47 градусов и 47 градусов. Теперь проверим вид треугольника по углам. Прямоугольным не может быть, так как угол Н 86 градусов, то есть нет прямого угла. У треугольника нет тупого угла, значит, он не тупоугольный. А теперь выберем наибольшую сторону. НК. Так как лежит сторона НК напротив угла 47 градусов, она не является наибольшей. КЛ. КЛ лежит напротив угла 86 градусов, то есть наибольший угол у нас 86 градусов, значит, наибольшая сторона КЛ. Аналогично НЛ не является наибольшей стороной. Значит, наш треугольник по сторонам равнобедренный, по углам остроугольный и наибольшая сторона КЛ. Смотрим дальше. Почему не существует треугольник со сторонами 14, 6 и 7? Вспоминаем неравенство треугольников. Если сложить 7 и 6, будет меньше, чем 14. Это и есть неравенство треугольника. То есть 6 плюс 7 – 13, а 14 больше, чем 13. 14 меньше 13 – неверно, значит, такого треугольника не существует. Итак, неравенство треугольника. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. Но достаточно проверить выполнение неравенства для большей стороны. Например, даны стороны 12, 18, 8. Выбираем наибольшую, берем 18 и сравниваем с суммой двух остальных. 18 меньше 12 плюс 8. 12 плюс 8 – 20. И 18 меньше, чем 20. Верно, значит, такой треугольник существует. Следующее задание. Данные стороны 12, 5, 7. Проверим. Наибольшее 12. Сверяем. 12 меньше, чем 5 плюс 7. 5 плюс 7 – 12, 12 меньше, чем 12. Неверно, значит, такой треугольник не существует. И следующее задание. Стороны 9, 14, 8. 14 наибольший. Сравниваем. 9 плюс 8 – 17. И 14 меньше, чем 17. Верно. Значит, такой треугольник существует. Следующее задание. У треугольника не хватает одной стороны. Какое из предложенных чисел подойдет? Данные числа 5, 12, 6. Теугольник АВС, АС – 3 и СВ – 8. Нужно найти сторону АВ. Попробуем 5. Подходит ли 5? 8 является наибольшей стороной. 8 меньше 5 плюс 3. 5 плюс 3 – 8. 8 меньше, чем 8. Неверно. Значит, 5 не подходит. 12. 12 является большей стороной. 8 плюс 3 – 11. И 12 меньше 11. Тоже неверно. Значит, 12 тоже не подходит. 6. Здесь 8. Наибольшая сторона. 6 плюс 3 – 9. И 9 больше, чем 18. Верно. Значит, наш ответ 6. Задача. В равнобедренном треугольнике одна из сторон 16 см. Найти две другие стороны, если периметр равен 74 см. Треугольник АВС равнобедренный. Обратите внимание на условия. Здесь не сказано, какая из сторон равна 16 см. Либо боковые, либо основания. Рассмотрим два случая. Первый случай. Пусть АВ – 16 см. Тогда АС также 16 см. И находим ВС. 74 минус, в скобках 16 плюс 16, получаем 42 см. Проверяем. 16 плюс 16 – 32. 42 меньше, чем 32. Неверно. Значит, такой треугольник не существует. Рассмотрим второй случай. Теперь основание равно 16 см. Тогда находим боковую от 74 см, отнимаем 16 и делим на 2. Получаем 29 см. Проверяем. 29 меньше 29 плюс 16. 29 плюс 16 больше, чем 29. Верно. Значит, стороны треугольника могут быть 29, 29 и 16. Здесь у нас треугольник получился. Значит, в ответе указываем 29, 29 и 16. Следующая задача. Найдите стороны равнобедренного треугольника. Если его периметр равен 30 см, боковая сторона меньше основания на 6 см. Обратите внимание, никакая из сторон неизвестна. Такую задачу решаем с помощью уравнения. Обычно меньшую сторону берем как х. То есть у нас боковая сторона меньше, чем основание. Значит, боковые стороны обозначаем через х. Тогда основание будет больше, чем боковые. И обозначаем основание как х плюс 6. Записываем периметр треугольника. АВ плюс АС плюс ВС. Подставляем значение. У нас получается уравнение. х плюс х плюс х плюс 6 равно 30. 3х равно 30 минус 6. 30 минус 6 24. И 24 делим на 3. Получаем 8. Значит, АВ 8. АС 8. АВС 8 плюс 6 14. Ответ. АВ равно АС равно 8 см. ВС 14 см. Запишите задание для закрепления. Решить тесты номер 7, 8, 12 на странице 155. На этом мы закончили. Желаю всем самого наилучшего. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Закон всемирного тяготения гласит, что сила взаимного притяжения двух тел прямо пропорциональна произведению их массы и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Силу взаимного притяжения двух тел можно определить по следующей формуле, где гамма — это и есть гравитационная постоянная. Гравитационная постоянная численно равна 6,67 умножить на 10 минус 11 степени ньютон умножить на метр в квадрате поделить на килограмм в квадрате. Давайте с вами решим задачу. Масса космической станции — 20 тонн. Масса космонавта в скафандре — 100 кг. Найдите силу гравитационного взаимодействия между станцией и космонавтом на расстоянии 100 метров. Пишем условия задачи. Масса космической станции — М1. 20 тонн. Переводим сразу в килограммы. 20 тонн — это 20 тысяч килограмм. Масса космонавта М2 — 100 кг. Расстояние R — 100 метров. Гравитационная постоянная — 6,67 умножить на 10 минус 11 степени ньютон умножить на метр в квадрате поделить на килограмм в квадрате. Нужно найти силу взаимного притяжения. Решение. Формула. Гравитационная постоянная умножить на М1 умножить на М2 и поделить на квадрат расстояния. Поставляем числовые значения. 6,67 умножить на 10 минус 11 степени умножить на 20 тысяч умножить на 100 и поделить на 100 в квадрате или 10 тысяч. Сокращаем. У нас остается 667 умножить на 10 минус 11 степени умножить на 2. Это есть 1334 умножить на 10 минус 11 степени ньютона. Воспользуемся десятичной приставкой. Минус 9 степень дает нам приставку нано. 13,34 наноньютон. Задача решена. Давайте запишем ответ. 13,34 наноньютон. Также мы с вами проходили, что такое вес тела. Вес тела – это сила, действующая на опору или подвес. Вследствие притяжения Земли. Вес тела можно определить по следующей формуле. П равно М умножить на G. Но значение веса может меняться. Например, если вы находитесь в лифте, и лифт с ускорением поднимается вверх, то вы чувствуете тяжесть. Тогда вес вашего тела увеличивается, и его можно определить по следующей формуле. П равно М умножить на скобку G плюс А. Или наоборот, когда лифт движется с ускорением вниз, вы чувствуете легкость. В этом случае вес вашего тела уменьшается, и его можно найти по следующей формуле. П равно М умножить на скобку G минус А. Значение веса тела также меняется, если тело движется по выпуклой или вогнутыми поверхностями. Если тело движется по вогнутой поверхности, его значение можно определить по следующей формуле. М умножить на G плюс V в квадрате деленное на R. Это и есть центростремительное ускорение тела. И если же тело двигается по выпуклой поверхности, то вес его также меняется, и можно определить по формуле М умножить на скобку G минус V в квадрате поделить на R. Где V в квадрате поделить на R также является центростремительным ускорением. Давайте попробуем решить следующую задачу. Автомобиль движется со скоростью 30 метров в секунду по выпуклому мосту с радиусом кривизны 150 метров. Во сколько раз уменьшится вес водителя в верхней точке моста? Запишем условия задачи. Скорость автомобиля V в 30 метров в секунду. Радиус кривизны моста R 150 метров. Во сколько раз уменьшится вес водителя в верхней точке моста? P1 разделить на P2-вопрос. Пишем решение. P1 в состоянии покоя равна по формуле М умножить на G. А P2 это вес водителя или автомобиля, когда он проезжал по выпуклому мосту. Тогда формула записывается G минус V в квадрате поделить на R. Поделим две формулы друг на друга. С левой стороны у нас остается P1 делить на P2. С правой стороны МЖ поделить на М скобочка G минус V в квадрате поделить на R. M сокращается, остается P1 делить на P2 равно G поделить на G минус V в квадрате на R. Поставим числовые значения. G у нас примерно равна 10, внизу 10 минус V в квадрате, 30 в квадрате 900, R 150. Вычисляем. 900 делить на 150, это у нас будет 6. Остается 10 поделить на 4. А, это и есть 2,5. Значит, вес водителя или автомобиля уменьшился в 2,5 раза. Запишем ответ. 2,5 раз. Также мы с вами проходили силу трения. Сила трения – это сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого и препятствующая его движению. Силу трения можно определить по следующей формуле. Это и есть произведение коэффициента трения на силу реакции опоры или еще ее называют силой нормального давления. Мы рассматривали силу трения только если тело движется по горизонтальной поверхности. И поэтому сила реакции опоры численно равна силе тяжести, то есть МЖ. Поэтому силу трения можно определить еще по следующей формуле. Мю умножить на М умножить на G. Какие виды силы трения мы знаем? Трение покоя, трение скольжения и трение качения. Давайте попробуем решить следующую задачу. Тело массой 0,4 килограмма равномерно тянут по горизонтальной поверхности с помощью пружины, расположенной параллельно поверхности. Найдите жесткость пружины, если она растянулась на 0,8 сантиметра. Коэффициент трения 0,4. Ребята, это комбинированная задача. Здесь мы будем использовать и силу трения, и закон Гука. Силу упругости. Запишем дано. Итак, тело массой 0,4 килограмма равномерно тянут по горизонтальной поверхности. Пружина растянулась, дельта L, на 0,8 сантиметра. Коэффициент трения му равно 0,4. Нужно найти жесткость пружины. Переведем 0,8 сантиметра в метры. Это есть 0,008 метра. Напишем решение. Воспользуемся третьим законом Ньютона. Ф1 равно минус Ф2. Ф1 это сила, которая действует на тело. Это есть сила трения, которая равна мю МГ. Ф2 это сила упругости, которая равна минус К дельта L. Приравниваем две силы друг к другу. Мю МГ равно минус К дельта L. Раскрываем скобки. Мю МГ равно К умножить на дельта L. Отсюда находим жесткость пружины. К равно мю МГ поделить на дельта L. Подставляем числовые значения. К равно мю 0,4. Масса умножить на 0,4 умножить на 10. И делим на 0,8. Приступаем к вычислению. У нас получается 4 умножить на 4 умножить на 10. И поделить на 0,8. 4 сокращаем 0,8. 4 делить на 4, 1. 0,8 на 4, 0,2. И в итоге остается 400 поделить на 2. 400 на 2 это 200 ньютон делить на метр. Давайте вычислим единицу измерения. Единица измерения массы килограмм. Единица измерения постоянной на поверхности земли ньютон делить на килограмм. И единица измерения абсолютного удлинения метр. Килограмм килограмм сокращается. Остается ньютон поделить на метр. Записываем ответ. 200 ньютон на метр. Итак, жесткость пружины составляет 200 ньютон на метр. Ребята, давайте теперь перейдем к итоговой контрольной работе. Вам предоставлено решить два варианта на выбор. Первый вариант, первая задача. Определите работу при поднятии груза весом 4 ньютона на высоту 4 метра. Вторая задача. Чему равен импульс мяча массой 200 грамм, летящего со скоростью 5 метров в секунду? Третья задача. С какой силой давит на дно шахтной клетик груз массой 500 килограмм, если клеть опускается вертикально с ускорением 2,8 метра в секунду в квадрате? Четвертая задача. Автомобиль массой 5000 килограммов движется по горизонтальной дороге. Коэффициент трения шин о дорогу равен 0,03. Определите силу трения, действующую на машину. Пятая задача. Под действием груза массой 0,2 килограмма пружина растянулась на 4 сантиметра, чему равна жесткость пружины. Второй вариант, первая задача. Груз какого веса можно поднять на высоту 2 метра, совершив работу 10 джоулей? Вторая задача. С какой скоростью движется пуля массой 10 грамм, если при выстреле она получила кинетическую энергию 3200 джоулей? Третья задача. С какой силой притягиваются два вагона массой по 80 тонн каждый, если расстояние между ними 1000 метров? Четвертая задача. Определите вес машины в нижней точке вогнутого моста радиусом кривизны 100 метров, если масса машины 2000 килограмм, скорость машины 5 метров в секунду. И последняя задача. Мяч свободно падает с высоты 80 метров. Сколько времени длилось падение мяча? Надеюсь, предоставленная итоговая контрольная работа будет легка в решении. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие ученики седьмого класса. С вами учитель английского языка Бадалова Гульмира Абдувалиевна. И сегодня мы закрепляем тему по разделу номер 10. Праздники или отдых каникулы. Hello, dear pupils. Today we are going to revise our unit Holidays Holidays. First of all, let's start from checking your homework. Dear pupils, your homework was to make a project. I hope you sent it to your teachers. And it was good. Now, let's revise the topic about a holiday. What adjectives can describe your holiday? You can have such an example. For example, your holiday can be wonderful. Ваш отпуск может быть чудесным. Your holiday can be amusing. Ваш отдых может быть интересным, замечательным. Your holiday can be interesting. Ваш отпуск может быть интересным. Your holiday can be fantastic. Ваши каникулы могут быть чудесными. Your holiday can be favorite. You can say my favorite holiday. Вы можете сказать мой любимый отпуск или каникулы. Your holiday can be unforgettable. Ваш отпуск может быть незабываемым. And now let's begin our lesson. Let's revise our unit Holidays Holidays. First of all, answer the question. How are you going to travel? What means of transport can you use? First of all, you can travel on foot. Then you can use bus and travel by bus. Of course, you can travel by train. You can travel by car. You can travel by sea. And you can enjoy traveling by plane. Now, dear people, let's choose your means of transport. How are you going to travel? Let's choose traveling by plane. And go to the places of interest by plane. Here you can see the picture of our plane. First of all, before our traveling, let's choose a good companion. What words can describe a good companion? A good companion must be good at hiking. He or she must be a lively person who knows a lot of games. He must know a lot of different sport games. He can make a fire. He or she must enjoy taking photos. He can do a lot of things. He or she must be quiet. He or she likes walking or riding a bike. He or she must be ready to give things to friends. And of course, he or she must be a good storyteller. Before you are going to travel, answer the question. First question is, where would you like to travel? For example, I would like to travel to Australia, to Dreamworld or to Uzbekistan. Second one. What do you want to visit? I want to visit a lot of interesting places. What can you do there? I can go hiking, play different games, and of course, I can take photos. Whom would you rather travel with? I would rather travel with my parents, with my friends, or with my classmates. So, let's name some types of holidays, which you've learned. For example, first holidays, where you can travel is. So, Chinese New Year. I would like to celebrate Chinese New Year. Peasant festival. I want to celebrate peasant festival. Well, if you want to visit some interesting place, you can visit Plymouth, and visit famous National Marine Aquarium. You can see a lot of fish, sharks, and seahorses there. So, you can visit the National Marine Aquarium. Dear Pupils, you can also visit Exotic America. You can travel to Havine Islands or you can visit the Great Canyon. And now, dear Pupils, answer the questions and give some more examples using structures would like, want to, can, and would rather. First structure is would like. We usually use would like with the verb and to. What would you like to do there? I would like to visit the Great Canyon. I would like to cuddle koalas. I would like to visit Plymouth. I would like to visit the Hawaii Islands. I would like to visit Australia. Second question is where do you want to travel? I want to travel to interesting places of the world. I want to travel to Australia. I want to travel to Plymouth. First, you should know that with the structure want we use to. Next question is what can you do there? And the answers can be I can sing and dance. I can have a lot of fun. I can go hiking. I can fly a kite. I can take photos. Don't forget about that we use the modal verb can without to. And the last question is whom would you rather travel with? You can give such examples. I would rather travel with my parents. I would rather travel with my friends. I would rather travel with my teacher. I would rather travel with my uncle. So, don't forget that the structure would rather is used without to. Dear pupils, now, in order to revise our material, let's do this activity. You should look, read and make the sentences. You can see that all phrases are connected with holidays. First read them and then we are going to give some examples using them. First phrase is go hiking, пишет туризм, go to the cinema, ходить в кинотеатр, have lunch, обедать, have dinner, ужинать, take a walk, ходить на прогулку, make a sand castle, строить замок на песке, come to my party, приходить на мою вечеринку, play video games, играть в видеоигры. Go shopping, ходить за покупками, play baseball, play volleyball, играть в волейбол, come to the picnic, ходить на пикник, come to my party, приходить на мою вечеринку, go skiing, кататься на лыжах, play chess, играть в шахматы, go ice skating, заниматься фигурным катанием, заниматься фигурным катанием, come to my pizza party, участвовать в моей вечеринке пиццы. Go to the lake, ходить на озеро. So, let's give some examples using the structures would rather, would like, want or can. First, go hiking. Your examples can be like. I can't go hiking. I would like to go hiking. I would rather go hiking. I want to go hiking. You can give some other examples. For example, use the phrase play chess. You can play chess. You would like to play chess. You would rather play chess. You want to play chess. Next, you can use the phrase play volleyball. You can play volleyball. You would like to play volleyball. You would rather play volleyball. You want to play volleyball. Dear pupils, let's check our examples according to the table. You can give such example as I can't play volleyball. I would rather come to my party. I want to go shopping. I would like to go to the lake. So, if you check your answers, let's move to the last activity. Your independent task will be. At home, you will revise all the units and all the lessons. And you are going to complete the table using the structures. I would like. I want to. I can. I would rather. Dear pupils, I think the lesson was interesting for you. Nice to meet you. See you next time. Goodbye. I got you. � Сеней бедард, наилай ким, кумул дардины билмайсен Не билгайсен, менің дарду, ғамым харса ату хардам Кихус нұсруклигитин айу, ел, эй, ай, билмайсен Бафа мактуб бірлағамзе оқын, хечі язмайсен Джафа расмію, джаврағын, ниң харгиз, ямин майсен Катылма, ой, 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 билмайсен, менің шайх Не билгайсен, ки харгиз бұл, жамаатға катылмайсен Бұл тұр ішқин ічрә, герчі хастек, джинсі ба бұрниң Бәлі не файда кім хаст кә, чағылық көз кейлмайсен Здравствуйте, сегодня мы с вами проведем урок география в седьмом классе Зовут меня Буранбаева Саадат Хасановна Сегодняшняя наша тема, ребята, Аральский физико-географический округ Климат, воды, почвы, растительность и животный мир Для того, чтобы познакомиться с этой темой, я вас попрошу всех Приготовить свои учебные принадлежности, открыть атласы на странице 42 и учебники, параграф 66 Итак, ребята, начинаем свое путешествие по Аральскому физико-географическому округу Всегда мы с вами, начиная изучать территорию, знакомимся с географическим положением Обратите внимание все на карту, найдите Туранскую низменность В центральной части Туранской низменности, ребята, расположился Аральский физико-географический округ Внимательно смотрим и найдите его Теперь давайте определим границы, с какими регионами, округами и республиками Граничит Аральский физико-географический округ Все внимательно смотрим На юге, ребята, территория граничит с Нижне-Амударинским округом На востоке граница проходит с Козелкумским округом На западе граница проходит с Устюркским округом, с которым мы с вами на прошлом занятии познакомились И на севере, ребята, территория граничит с Казахстаном Давайте теперь поговорим о том Мы знаем, что эта территория очень давно известна И есть географы, которые Арал и Приорале отмечали на своих картах Посмотрите, ребята, наиболее древние сведения об Арале и Приорале встречаются в трудах географа Клавдия Птолемия Жившего во II веке до н.э. На составленной им карте мира Аральское море обозначено как озеро Окс Также, ребята, живший в IX веке, арабский ученый Ибн Хурдадбех писал, что Амударья и Сардарья впадают в озеро Курдор Арабский географ X столетия Аль-Масуди называл море Джурджанским озером Обратите, вот его карта, которую он составил Беруни Хорезмским в своей карте назвал его Хорезмским озером И впервые, ребята, название Аральское море встречается на карте французского географа Де Лиле Созданы в 1723 году Давайте теперь рассмотрим геологическое строение территории Все найдите на карте Аральское море Обратите внимание, Аральское море, ребята, расположено на котловине Которая образовалась в результате тектонических понижений Первоначально воды Амударья и Сардарья Сюда стали впадать в первой половине первого тысячелетия до нашей эры В последующие годы, в зависимости от естественных факторов Эти реки могли доносить воды, а могли прекращать доносить Но за 200 лет, которые мы с вами знаем историю Арала Она, оказывается, трижды сильно поднималась и дважды сильно опускалась Теперь давайте посмотрим внимательно на территорию Аральского моря, ребята Начиная с 1961 года с ней происходят определенные события Посмотрите, в связи с тем, что территория стала осваиваться Большое количество воды стало забираться на орошения Строились города, строилось очень много водохранилищ Река Амударья перестала приносить воды в Аральское море И с этого момента наблюдается такое явление, ребята Когда воды становится меньше, испарение больше И море стало мелеть И, ребята, на месте этого моря, обсохшего дна Образовалась, обратите внимание, огромная новая пустыня Которая получила название Аралкум Найдите ее Площадь теперь этой территории составляет 50 тысяч квадратных километров Это площадь акватории бывшего Аральского моря Итак, ребята, посмотрите Если мы с вами посмотрим внимательно Здесь когда-то существовали такие острова Как остров Возрождения и остров Барсакельмес Теперь они превратились в полуострова Что значит полуострова? То есть соединились с основной территорией, которая здесь есть Теперь это полуострова Которые сегодня составляют одни из возвышенности на территории Аралкума Полезными ископаемыми территория, ребята, вы наверно догадались Раз море высохло, огромные площади Они остались покрыты солью А значит соли очень много Но есть один минус, ребята, в экологической ситуации Что эта соль разносится ветром и влияет на здоровье населения Даже было обнаружено, что частички этой соли Были найдены на вершинах гор Средней Азии А вы знаете, ребята, когда соль попадает на лед Он начинает таять Поэтому ледников у нас, посмотрите, с каждым годом становится меньше и меньше Давайте, ребята, познакомимся с климатическими особенностями территории Помните, мы с вами говорили, изучая Устерк, Нижнеамударинский, Козылкомский округ Что здесь территория не имеет высоких горных систем А значит холодные воздушные массы свободно проникают с севера и с северо-востока Поэтому температуры зимой могут быть очень низкими Если поступают с запада и с северо-запада воздушные массы То какое-то количество осадков они приносят на территорию Но в то же время под действием этих факторов на территории сформировался умеренно континентальный климат Давайте посмотрим и познакомимся со средними температурами территории Все обратите внимание на город Муйнак, ребят Он когда-то находился на территории Аральского моря Мы будем в основном ориентироваться на этот город Средняя температура с января составляет минус 5, минус 7 градусов Минимальная может опуститься до минус 32 градусов Средняя температура июля составляет плюс 28 градусов Но максимальная может доходить до плюс 38, до плюс 42 градусов Осадка выпадает от 80 до 100 миллиметров в год Если мы затронем, ребята, водные ресурсы Вы знаете, водных ресурсов как таковых нет Когда мы с вами обсуждали внутренние воды Мы всегда говорили, какие реки тут протекают, какие подземные воды расположены Здесь происходит экологическая катастрофа высыхания Аральского моря Ни одна река сюда не доводит свои воды Поэтому подземные воды тоже постепенно уходят глубоко И они сильно засолены И использовать их почти невозможно Почвы, ребята, так как мы с вами сказали Огромная территория образовала пустыню Оралхом Значит, представлены в основном какими почвами? Молодцы, я думаю, вы догадались Это песчаные почвы Я вам сказала, дно оголилось И там образовалось очень много соли Ну-ка вспомните, что это за почва Молодцы, эта почва называется Солончаковая А значит, на территории преобладают песчаные почвы и солончаковые почвы На обсохшем дне площади 200 тысяч гектар Посажены лесные полосы из Саксаула, Джузгуна и различных кустарников Для закрепления подвижных песков Вы, ребята, знаете, что эти мероприятия как называются? Мы с вами уже знакомились Эти мероприятия называются фитомиллиоративными Чтобы как-то поднять и экологическую ситуацию Изменить, то есть сделать более здоровую окружающую среду Здесь необходимо проводить эти мероприятия Давайте, ребята, познакомимся с вами Животным миром Аральского округа Обратите внимание, ребята, я не просто так поставила картинки рыб Раз это море, когда-то оно было богато Такими видами рыб, как лососи и лжелопотоносы Лжелопотоносы, ребята, это те виды, которые давали икру Сегодня эти рыбы исчезли с нашей территории А сегодня, так как это теперь пустынная территория В основном здесь, посмотрите, преобладают пресмыкающиеся измени А также встречаются лисицы И сохранившаяся здесь, ребята, посмотрите, это черепаха С обсохшего дна Арала ветром поднимаются в воздух частицы песка и солей Которые приводят к выпадению соляных дождей в Приорале Это приводит к экологическому и экономическому ущербу По этой причине на территории принимаются природоохранные мероприятия Такие как создание лесных насаждений, полос и кулис для закрепления песков и смягчения ветров Приведение фитомелиорации песков и солончаков Создание охраняемых территорий для сохранения уникальных природных ландшафтов А для этого, ребята, в Приорале и в Аральской территории есть все условия и возможности Возможности мы с вами рассмотрели Во-первых, это то, что территория богата месторождениями газа и нефти А значит, эти месторождения газа и нефти должны разрабатываться Должны разрабатываться месторождения строительных материалов И добываться поваренная соль А также использование источников грязи и солей в целях лечения туризма И использование территории округа в качестве пазвищных угодий Ну-ка вспомните, ребята, каких мы можем животных здесь разводить Молодцы, я надеюсь, вы вспомнили Это каракулевые овцы Итак, ребята, сегодня мы с вами познакомились с последним физико-географическим округом Узбекистана Я надеюсь, вы познакомились со всеми округами и выяснили, что каждый округ по-своему величен и уникален В каждом округе решаются определенные экономические и экологические проблемы Каждый округ направлен на то, чтобы экономически быстро развиваться На этом сегодняшний наш урок заканчивается Запишите задание Прочитать параграф 66 Письменно ответить на вопросы 1 и 2 страница 170 Отметить на контурной карте рельеф и полезные ископаемые Аральского физико-географического округа До свидания, урок окончен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, ребята! Меня зовут Любовь Иосифовна И мы продолжаем повторение курса 7 класса И сегодня вспомним, что такое системы уравнений И рассмотрим два способа решения систем Это способ подстановки и способ сложения И сегодня мы сначала проверим задания, которые вы выполнили самостоятельно Устно поработаем Вспомним, что такое система уравнений И рассмотрим два способа решения систем И вы получите задание, которое нужно решить самостоятельно Проверяем задание Проверяем задание Номер 17 С от 2 равно 120 С от 3,5 равно 210 С от 5 равно 300 И второе задание И второе задание Т равно 4 Номер 19 П от 3 равно 2,1 П от минус 12 равно Минус 7,2 П от 2,1 Равно 1,11 Второе задание Х равен 22 Х равен 3,1 И х равен минус 14 И последний номер 24 Точки А и С принадлежат графику функции Вспомним определение, что такое системы линейных уравнений Система уравнений вида А1 и х плюс Б1 и у равно С1 А2 и х плюс Б2 и у равно С2 Называется системой линейных уравнений с двумя неизвестными Х и у, где А1, А2, Б1, Б2, С1, С2 Некоторые числа Решением системы линейных уравнений с двумя неизвестными Является пара чисел Х и У Которая при подстановке в эту систему Обращает каждое его уравнение в верное равенство Решить систему уравнений Это значит найти все ее решения Или установить, что их нет Давайте вспомним методы решения систем линейных уравнений Их три Это метод подстановки Метод сложения И графический метод Сегодня мы с вами рассмотрим только первые два Метода Алгоритм решения способом подстановки Первое Из какого-либо уравнения нужно выразить одну переменную через другую Затем подставить полученное выражение для переменной в другое уравнение и решить его Сделать подстановку найденного значения переменной и вычислить значение второй переменной и записать ответ Давайте рассмотрим пример Решить систему методом подстановки Система 3х плюс 2у равно 4 Х минус 4у равно 6 Чтобы решить систему методом подстановки нужно из какого-либо уравнения выразить одну переменную через другую Обычно берут ту переменную перед которой нет никакого числа Это у нас во втором уравнении Х минус 4у равно 6 Можно выразить х через у Для этого х оставляем слева Все остальные элементы перебрасываем вправо Х равен 4у плюс 6 И теперь найденное значение х подставляем в первое уравнение Получим 3 умножить на 4у плюс 6 4у плюс 6 подставили вместо х Плюс 2у равно 4 Раскрываем скобки 12у плюс 18 плюс 2у равно 4 Приводим подобные слагаемые 14у равно 4 минус 18 Получается минус 14 Чтобы найти у минус 14 разделим на 14 Мы нашли у Чтобы найти х подставляем в наше выражение Где х равен 4у плюс 6 Вместо у подставляем минус 1 Получаем х равен 4 умножить на минус 1 1 плюс 6 Минус 4 плюс 6 Считаем и получается х равен 2 И наш ответ 2, 1 Не забывайте, когда записываете ответ На первое место пишем х На второе значение у Еще одну систему решим методом подстановки Система 5х минус у равно 16 10х минус 3у равно 27 Из первого уравнения сначала выразим минус у Минус у равен 16 минус 5х А нам нужно не минус у, а просто у Поэтому обе части равенства умножим на минус 1 У равен минус 16 плюс 5х Или можно поменять местами У равен 5х минус 16 И это выражение подставляем во второе уравнение Получаем 10х минус 3 умножить на скобку 5х минус 16 равно 27 Раскрываем скобки, учитывая минус Получаем 10х минус 15х плюс 48 равно 27 Приводим подобные слагаемые Минус 5х равно 48 перебрасываем вправо, меняя знак Минус 48 плюс 27 Считаем Минус 5х равно минус 21 Чтобы найти х, минус 21 делим на минус 5 5х равен 4,2 Теперь найденное значение х подставляем в у У равен 5 умножить на 4,2 минус 16 Считаем, у получается равным 5 Записываем ответ 4,2 5 Еще одну систему рассмотрим методом подстановки Х плюс у равно 3,2х плюс у равно 5 Из первого уравнения выразим у через х У равен 3 минус х И найденное значение подставляем во второе уравнение вместо у Получаем 2х плюс 3 минус х равно 5 Упрощаем выражение Получаем х плюс 3 равно 5 Находим х 5 минус 3 равно 2 И теперь подставляем найденное значение в у Получаем у равен 3 минус 2 У равен 1 Записываем ответ 2,1 Теперь рассмотрим метод сложения, ребята Алгоритм Умножают левую и правую части одного или обоих уравнений на некоторое число Так, чтобы коэффициенты при одной из переменных в разных уравнениях стали противоположными числами Складывают почленно полученные уравнения Решают полученное уравнение с одной переменной И находят соответствующее значение второй переменной Наша система 3х плюс 10у равно 19 Минус 4х плюс 5у равно минус 7 Посмотрим с вами Можно, например, уничтожить у Для этого, так как в первом уравнении написано 10у, а во втором 5у, мы второе уравнение умножим на минус 2 Первое уравнение переписываем 3х плюс 10у равно 19 А второе, каждое слагаемое умножаем на минус 2 Получаем 8х минус 10у равно 14 Теперь складываем У у нас уничтожаются А 3х плюс 8х это 11х Справа складываем числа 19 плюс 14 равно 33 Чтобы найти х, 33 делим на 11 Х равен 3 Теперь найденное значение х подставляем в любое уравнение из условия Например, подставим во второе Минус 4 умножить на 3 плюс 5у равно минус 7 5у равен Нужно из 12 вычесть 7 Минус 4 на 3 это минус 12 Вправо перенесем с другим знаком Получили 5у равно 5 Чтобы найти у, 5 разделим на 5 И получаем, что у равен 1 Записываем ответ 3, 1 Вторая система 2х минус 3у равно 11 3х плюс 7у равно 5 Иногда, ребята, нужно оба уравнения на что-то умножить Чтобы при сложении какая-то переменная уничтожилась Как узнавать, на какие числа нужно умножать? Для этого нужно определиться, какую переменную вы хотите уничтожить Например, х хотим уничтожить Смотрим на коэффициенты перед х В первом уравнении 2, во втором 3 Подбираем наименьшее кратное, то есть число, которое делится и на 2, и на 3 Это 6 Поэтому первое уравнение умножим на минус 3 Там получится минус 6 А второе уравнение умножим на 2 Получится 6х Итак, первое уравнение все умножаем на минус 3 Получаем минус 6х плюс 9у равно минус 33 Второе уравнение умножаем на 2 6х плюс 14у равно 10 Складываем почленно Иксы уничтожаются 9у плюс 14у это 23у Минус 33 плюс 10 минус 23 Теперь, чтобы найти у, минус 23 поделим на 23 Получается минус 1 И подставляем найденное значение в первое уравнение 2х минус 3 умножить на минус 1 равно 11 2х плюс 3 равно 11 2х равно минус 3 плюс 11 2х равно 8 И чтобы найти х, 8 разделим на 2 Ответ 4 минус 1 Еще одну систему рассмотрим 4х плюс 3у равно 1 Второе уравнение х плюс 2у равно минус 1 Второе уравнение умножим на минус 4 И тогда у нас иксы уничтожаются И получается Минус 5у равно 5 Чтобы найти у, 5 разделим на минус 5 Получается минус 1 И подставляем найденное значение у во второе уравнение Х минус 2 равно минус 1 Х равен 1 И наш ответ 1 минус 1 Вы себя можете проверить Подставить найденные значения в каждое уравнение И посмотреть, верно вы решили данную систему или нет Решим систему уравнений с дробными показателями Первое уравнение х плюс 3, деленное на 7 Минус у минус 2, деленное на 3, равно 4 Второе уравнение х плюс 3, деленное на 7 Плюс у минус 2, деленное на 3, равно 6 Как вы могли начинать решение этой системы? Конечно, можно было сначала избавиться от дробных показателей Но, ребята, если внимательно посмотреть Можно заметить, что в каждом уравнении у нас есть одинаковые слагаемые Х плюс 3, деленное на 7 И в первом, и во втором уравнении И во втором, и в первом встречается выражение У минус 2, деленное на 3 Поэтому здесь более легкий способ можно ввести Заменить выражение Х плюс 3, деленное на 7, на А А У минус 2, деленное на 3, на Б И тогда наша система примет более легкий вид А минус Б равно 4, А плюс Б равно 6 Складываем нашу систему, получается 2А равно 10 Отсюда А равно 5 Подставляем во второе уравнение 5 плюс Б равно 6 Отсюда Б равно 1 И теперь подставляем найденные значения в нашу замену Получаем Х плюс 3, деленное на 7, равно 5 У минус 2, деленное на 3, равно 1 Вот теперь можно избавиться от дробей Для этого первое уравнение Обе части умножим на 7 А второе уравнение Обе части этого уравнения умножим на 3 Получим Х плюс 3 равно 35 У минус 2 равно 3 Отсюда получаем, что Х равен 32, а У равен 5 И наш ответ 32, 5 Задание для самостоятельного решения запишем Первое, решить систему уравнений методом подстановки Х минус 3у равно 6 2у минус 5х равно минус 4 И вторую систему решить методом сложения 4х минус 6у равно 2 2х минус у равно 5 До свидания, ребята! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok